В эфире программа «Здравствуй, это я». Проект, цель которого – помочь детям обрести любящих маму и папу и расти в счастливых семьях. И сегодня мы будем знакомиться с белокурым ангелочком. Нашего белокурового ангелочка зовут Светочка. Ей два годика. Воспитатели очень переживали, что малышка может испугаться чужих, то есть нашу съемочную группу. Поэтому сразу просят не снимать, а дать ребенку осмотреться. Но опасения были напрасны. Здравствуйте. Мы должны познакомиться сначала. Здравствуйте. Посмотреть на все, а потом она будет хорошо себя вести. Светочка, Света, смотри, он дядя, видишь? Смотри, какой фотоаппарат красивый. Другой дядя. Тетя, тетя, красивая тетя. Смотри, хорошая тетя. Пойдешь? Иди к нам на ручки. Хорошая девочка. Я к тебе приехала не с пустыми руками. Смотри, что у нас есть. Что ты там смотришь? Кого ты там видишь? И ку-ку. Давай, смотри, что мы тебе привезли. Светочка оказалась более чем коммуникабельной. Чужую тетю и больших дядь с камерами нисколько не испугалась. И сразу заинтересовалась яркими баночками и коробочками. Это все твое. Это тебе. Это все твое. Света очень яркий, очень такой светлый ребенок. Она очень любит общаться. Вы заметили, что она очень любит общаться. Она быстро входит в контакт с детьми. Очень ласковая, нежная. Она вообще такой маленький, теплый, пушистый цыпленочек, который похож на солнышко. Первые минуты знакомства наш цыпленочек, похожий на солнышко, увлекся лепкой. Хозяйка, хозяйка. Да, ты хозяйка? Да, молодец. Всегда помогает, даже вот взрослым деткам, более старшим. Она старается. Она вот хозяечка такая, всегда любит убрать. Такая помогает. Очень переживают, когда вот старшим деткам дают задание, а ей нет. Она это очень болезненно принимает. Давай мне. Ты добрая девочка, ты со всеми делишься, да? Выбирай, что мы еще будем лепить. И тут я допустила непростительную ошибку. Из яркой зеленой массы сделала Светочке яблочко. А время-то было к обеду. И звездочка есть. Кушать не надо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нельзя, это нельзя кушать. Давай. Это твое, твое, твое. Мы еще порисуем же. Где наш... Вот, Женя. Может, еще будем рисовать? К сожалению, наш приезд не очень совпал с режимом. Малышка начинала капризничать и стало ясно, нужно менять дислокацию. Решили, а у нас до обеда оставалось немного времени погулять во дворе. Музыка начинала... Она очень яркая. Ее не заметить. Есть дети более спокойные, тихенькие. На них нужно обращать внимание. Но Света, она никогда не останется без внимания. Она всегда привлечет. Она умеет вовремя улыбнуться. Она умеет вовремя подойти. И вообще она бойкий, боец будущий. Она вырастет достаточно таким уверенным человечком в будущем. Это предпосылочки уже сейчас видны. Время нашей прогулки истекло. Пора прощаться. И Светочка, помахав всем крошечной ладошкой, отправилась кушать и спать. Каждый ребенок готов к тому, чтобы у него были папа, мама, братики, сестрички. А наши детки ждут этого с первого дня появления у нас. Поэтому очень хорошо, когда они дождутся. И те эмоции, которые мы видим, они нас умиляют. Мы становимся такими же счастливыми, как и они, когда у них появляется семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова